8.00 в столице Казахстана, а в эфире утренний информационный выпуск. С вами Жанна Хусаинова и Арастан Балтина. Начинаем! Казахстанцы продолжают отмечать главный весенний праздник Науры Смейрама. Сегодняшнюю дату, 22 марта, принято называть «Желбаса» – начало года. Она символизирует обновление и начало нового этапа в жизни. Сегодня по всей стране проводятся культурно-спортивные мероприятия, организуются этно-аулы и ярмарки. Напомню, с этого года в республике Науры начали отмечать в новом формате. Празднование проходит с 14 по 23 марта. Назван этот период Науры-Знама. Ну а между тем, мороженое с новым вкусом на основе казахского десерта «Ремшек» придумали в Актау. Преподаватель Мангостаусского колледжа «Туризма» Ерман Нурай давно хотел создать десерт с национальным колоритом. В ход шли различные молочные продукты. В качестве базы опробовали даже курт. Сегодня новое лакомство по достоинству оценили коллеги и близкие мастера. Само мороженое заняло второе призовое место на конкурсе профессионального мастерства в Таразе. В этой лаборатории разрабатывают десерты по-казахски. К примеру, тесто этих блинчиков завели на верблюжьем молоке, а начинка – овечьий сыр. Подобные эксперименты студенты и преподаватели проводят регулярно. Правда, признаются, получаются они не всегда. Но если все-таки удаются, то непременно получают различные призовые места на конкурсах. Вот и это мороженое со вкусом и ремшик заняло призовое место на международном конкурсе. Десерт разработал Еламан Нурай, преподаватель местного колледжа. Состав ингредиентов нового лакомства он не раскрывает. Необычная идея пришла в голову мастеру, когда он готовил свою ученицу к международному выступлению. Для меня было важно, чтобы сладость была в национальном колорите. Мы со студенткой спробовали различные ингредиенты. Все было не то. К примеру, из-за курта мороженое становилось кислым, а из-за балгаймака – слишком приторным. Решили взять ремшик. Его нежная текстура отлично подошла. Казахские национальные продукты передаются нам от наших предков. Я с удовольствием использую их в своих блюдах. Экспериментировать 27-летний мужчина любит. Кухня для него – это площадка для творчества. На одном из конкурсов он представил баурсаки с шоколадно-фисташковой начинкой, чем очень удивил жюри. Своих студентов он также учит креативу. Еламан Нурай – выпускник этого колледжа и уже три года здесь преподает. У нас проходил конкурс «Мастерскилз» и преподаватели нескольких областей, которые участвовали в этом конкурсе, в республиканском, они были очень сильно заинтересованы. Им понравился вкус, им понравилась подача, оформление. И они давали очень высокую оценку. Он придает нежный вкус и аромат. И сразу, это не только мороженое, это еще и вкус верблюжьего молока, вкус нашей земли. Еламан Нурай мечтает, что мороженое станет национальным брендом и его начнут экспортировать за рубеж. Сейчас повар ждет документы на патент продукта. Как только они будут на руках, мороженое предоставят потребителям. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Актау-24КИЗ. Тем временем, пока в Актау придумывают мороженое со вкусом эрмшека, отравский ученый-биолог София Сагандыкова запускает в производство целебный напиток. Питье из свекольного сока и верблюжьего молока создано много лет назад, но массовый потребитель сможет с ним познакомиться только в этом году. Новый продукт полезен для кормящих женщин, богат витаминами и незаменим для диабетиков, говорит производитель. Подробности у наших коллег. София Сагандыкова не один год работала над изучением целебного напитка. Чтобы получить необходимое сырье для нового продукта, досконально изучила состав шубата, производимого в Алма-Атинской, Актюбинской, Казалардинской и Мангостаусской областях. Сейчас у многих кормящих женщин не хватает молока, а для них это полезный продукт. Можно давать его даже маленьким детям. Он действует еще и как иммуномодулятор. Плюсов в напитке много. Я считаю, что здоровое питание – это важно. К нему надо подходить осознанно. Напиток назван в честь своих авторов – Софии Сагандыковой и одного из ведущих казахстанских ученых Майи Шугаевой. Сейчас продукт получил грантовое финансирование от Министерства науки и высшего образования Казахстана. Производим молочную продукцию. 43 вида наименования. Туда входят кисломорочные продукты – сметана, кефир и творожные изделия. На данный момент разрабатывается новый проект продукции под названием Софмайя из верблюжьего молока, который пробиотик и очень полезен. В данный момент на разработке мы хотим этот проект выпустить. Доктор биологических наук рассказывает, что в настоящее время идут новые исследования о применении инновационного напитка в борьбе с онкозаболеваниями. Его выпуск планируется в этом году на одном из молочных заводов Мангастауской области. Тамара Степанова, Асланбек Шегыр, Жандос Рахметуллин, Атырау24КИЗ. Ну а сейчас к экономике. Этнобизнес в Казахстане набирает обороты. По данным одного из популярных сайтов объявлений, предприниматели значительно расширили ассортимент предлагаемых товаров в национальном стиле. Подробнее об этом поговорим с Гульданой Колен. В эфире рубрика «Первая цифра». Гульдана, доброе утро. Доброе утро. Приветствую, коллеги. Гульдана, какой спектр товаров и услуг представлен больше всего на интернет-площадках? Он достаточно широкий, от одежды и украшений до сувениров и предметов декора. Разберем в следующем обзоре. Национальная одежда – один из наиболее перспективных сегментов этнобизнеса. Лидерами продаж стали женские костюмы и платья. Совокупно 14 тысяч объявлений за последний год. И это только на одном сайте. Особенно много предложений в Алматы, Актау и в Астане. Что касается мужской одежды, то основной интерес отмечается к шапанам. Почти полторы тысячи объявлений. Больше 1200 на головные уборы, тэхью и тюбетеки. Не менее популярны и национальные аксессуары. Возрождение переживают такие старинные женские украшения, как щекелек и шашпал. Увеличивался спрос и на корсеты. В этом стиле больше тысячи предложений от отечественных предпринимателей. Казахстанцы начали осознавать важность традиции. Говорят об этом и дизайнеры. Я лично чувствую потребность и актуальность людей. То есть люди постепенно, это не сразу, но постепенно они чувствуют вот это желание идентифицировать себя, что я из Казахстана или я казах. Причем это не только про наше население, это в целом про иностранцев, которые тоже хотят носить нашу национальную одежду. На ряду с традиционными вещами на рынке начинают появляться современные интерпретации этнического стиля. Если говорить о предметах интерьера, большой спрос и, соответственно, предложение на Курпе. Почти 6 тысяч объявлений. Достаточно новой нишей стали и картины в национальном стиле. В целом товары в этно-стиле пользуются спросом по всему Казахстану, но лидеры по количеству продолжений все же Алматы, Астана и Актал. Казахстанцы тем временем стали есть больше мяса. Канины почти в два раза, мясного фарша в полтора раза. Курицы больше, чем на 30% и говядины на 12%. По статистическим данным, если за 2013 год один житель страны съел около 70 килограммов этого продукта, то за 2023 год 77 килограммов. А вот потребление баранины и свинины снизилось на 23 и почти 6% соответственно. Ну и в завершение проанализируем, в какую цену обходится наурус-куже. Ведь сегодня этот напиток – главный атрибут на праздничном столе казахстанцев. Понятно, что рецепты у всех хозяек разные, а на просторах интернета вариантов масса. Основные ингредиенты все же остаются неизменными. Вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные изделия и крупы. Заметим, основная часть продуктов, необходимых для наурус-куже, входит в список социально значимых и начнем с мяса. Согласно расчетам Energy Prom, в феврале текущего года килограмм канины в среднем по стране стоил 3000 тенге, баранина – 2800, говядина – 2600. Среди круп – килограмм риса – 678 тенге, пшено – 505 и перловая крупа – 394 тенге за килограмм. Пастеризованное молоко 2,5% жирности стоило 389 тенге за литр, кефир такой же жирности – 416 тенге. Соль – 66 тенге за килограмм. Ну и вот праздничные дни в наиболее популярных сервисах доставки еды предлагают наурус-куже на вынос. Так, например, в одном из ресторанов блюда, состоящие из каза, канины, бедаи, перловки, курта и нарезанного теста и бульона стоят 2350 тенге за пол-литра и 400-700 тенге за литр. Впрочем, цены, как и состав, равняются от места к месту достаточно сильно. Коллеги, ну что ж, такой у меня был обзор. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с наурызом и Арсан. Жанна, вы уже пробовали наурус-куже в этом году и вообще в целом, как запланировали отметить сегодняшний день? Отвечая на ваш первый вопрос, Гульдана еще не пробовала, но планирую попробовать в гостях. Я на самом деле нахожусь на великом посту и в тот момент, когда происходит пост, все угощают где-нибудь именно на урус-куже, но не получается. А вечером уже его почему-то нет. Я надеюсь, что после уразы... Впрочем, сегодня нам нужно вместе собраться. Да, я еще надеюсь, что после уразы кто-нибудь из подписчиков или зрителей напишет мне в директ в социальных сетях и скажет, Арстан, приглашаем сегодня отведать наш праздничный наурус-куже, который вы не сумели попробовать в период на уразы. Так что я думаю, что кто-нибудь позовет, пригласит. Если уж так случится, позовете меня тоже с собой. Спасибо, спасибо. Мы все троем обязательно куда-нибудь заглянем в гости. Попробуем национальное блюдо. Спасибо, это была Гульдана Калена и первая цифра. Проверять бизнесменов будут только после согласования с прокурором. Соответствующий законопроект находится сейчас на рассмотрении в Можелесе. К тому же теперь могут запретить привлекать к уголовному преследованию предпринимателей без четких оснований. Депутаты и экспертное сообщество считают, давление на бизнес со стороны госорганов необходимо снизить, чтобы создать более безопасную инвестиционную среду. Сабина Рахимбай продолжит. Иван Верхотуров вместе с женой с 2011 года оказывал консалтинговые услуги строительным компаниям. Однако год назад столкнулся с недобросовестным застройщиком. Тот возвел жилой комплекс без разрешительных документов. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Счета застройщика арестовали. В итоге компания Ивана осталась без оплаты. К тому же их также привлекли к уголовному процессу. Теперь они свидетели по делу с правом на защиту. Он арестован, у него все есть, и мы не можем взыскать с него долг. Буквально вчера моя бывшая супруга, то есть как бы в прошлом это как бы партнер по бизнесу, она была в качестве пострадавшего по данному объекту. Почему? Потому что она решила тоже вложиться в данный объект, и она вложилась, внесла какие-то денежные средства переводом через банк. И вчера на каких-то основаниях, вернее, без оснований, без разъяснений ее перевели в статус, получается, свидетеля, имеющего право на защиту. Якобы мы вместе с ней и с застройщиком были в сговоре. И такие случаи, когда представителей бизнеса необоснованно привлекают в орбиту уголовного преследования, не редкость. Об этом недавно на заседании Нижней палаты парламента говорили и депутаты. По их словам, несмотря на поручение президента и генерального прокурора прекратить преследование предпринимателей и правоохранителями, такая практика до сих пор продолжается. На имя депутата поступают сотни жалоб бизнесменов на незаконные действия правоохранительных органов. В частности, главной претензией является незаконный уголовный преследователь бизнес. Сотрудники правоохранительных органов действуют в обход прямого поручения главы государства и указания генерального прокурора начали привлекать в качестве специалистов граждан, имеющихся специально финансово-экономическое образование. Получают от них акты проверки, отчеты, аудиторские отчеты, заключения под разными названиями, тем самым инициируя уголовное преследование. К слову, сейчас на рассмотрении мажоресменов находится законопроект, который предусматривает усиление защиты прав предпринимателей. Согласно документу, бизнесменов будет запрещено вовлекать необоснованно в уголовный процесс. К тому же проверки субъектов предпринимательства планируют проводить только после согласования с прокурором. Теперь уголовное дело в отношении предпринимателя можно возбудить только на основании конкретных доказательств, что в результате его действий причинен экономический ущерб. К тому же запрещается регистрировать субъекты бизнеса в единый реестр досудебных расследований без достаточных оснований. Иными словами, если раньше следователь имел право возбудить уголовное дело на основании лишь рапорта оперативного сотрудника, то теперь необходимо заключение независимых экспертов. Перед тем, как возбудить уголовное дело, теперь потребуется провести ревизии независимых экспертов, а затем дождаться их заключения. Ранее эту работу выполняли только госорганы. Делается это для того, чтобы процесс проверки был более прозрачным. Согласно статистике, в прошлом году количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось вдвое. Втрое снизилось число дел за отсутствием события или состава преступления. Все потому, что с прошлого года Генеральная прокуратура контролирует инвестпроекты. Прокуроры отменили больше 14 тысяч незаконно-запретительно-ограничительных мер и 21 тысячу налоговых приказов. Новый законопроект нацелен еще больше усилить защиту предпринимателей и ослабить на них административное и уголовное давление. А сейчас расскажем о том, что происходит в мире. Румыния и Болгария вступят в шенгенскую зону с 31 марта. Совет ЕС отменит пограничный контроль на воздушных и морских границах. Однако контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится. Переговоры о вступлении двух балканских стран в Шенген велись больше 13 лет. Большинство государств блока, в том числе Австрия и Нидерланды, высказались против такого решения. Они заявили, Бухарест и София не смогут эффективно осуществить пограничный контроль из-за наплыва нелегальных мигрантов. По этой причине страны вступят в шенгенскую зону лишь частично. Отмечу, в зоне с упрощенным паспортно-визовым контролем проживают больше 400 миллионов граждан. Тем временем Европейский центральный банк может снизить ключевую процентную ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам. Об этом сообщила председатель регулятора Кристин Лагард. По ее словам, последние данные по росту заработной платы указывают на замедление в конце 2023 года. Напомню, ранее сообщалось, что годовая инфляция в еврозоне снизилась до почти 2,5%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Латвии, Дании и Италии. Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли почти на 4%. Ну а сейчас в Турцию. Центральный банк повысил учетную ставку до 50%. Такие данные приводятся на сайте регулятора. Это самый высокий показатель с 2003 года. Прежний уровень учетной ставки составлял 45%. Эксперты заявляют, такое ужесточение денежно-кредитной политики нужно для выхода на дезинфляционный курс. Текущий уровень ставки будет поддерживаться до значительного спада месячной инфляции. В феврале ее уровень оказался выше прогнозируемого порога в составе в 67%. Жители Бангладеш переживают водный кризис. Больше 8 миллионов человек на юго-востоке страны столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за повышения уровня соли в реках. Особенно остро ситуация обстоит в городе Читагонге. Концентрация хлорида в местном источнике превысила 4000 миллиграммов на литр. Это почти в 7 раз выше допустимой нормы, установленной законодательством страны. Одну из причин эксперты называют повышение уровня моря из-за изменения климата. В результате вода из Бенгальского залива попадает в местные реки, что в свою очередь делает их воду непригодной для питья. А теперь в Чили. Там засуха достигла критического уровня. Из-за аномальной жары в городе Кокимба на севере страны высыхают десятки водоемов. Самое крупное водохранилище, вместимостью 150 миллионов кубических метров, полностью истощено. Местные жители испытывают острый дефицит воды. Ситуацию усугубляет еще и отсутствие дождей в регионе. С начала года там выпало всего 15 миллиметров осадков. По оценкам местных экспертов, Чили рискует исчерпать запасы жизненно важного ресурса к 2040 году. Кризис ставит под угрозу продовольственную безопасность, поскольку 70% воды используется в сельском хозяйстве. Экстремальная жара и засуха наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству и другим отраслям экономики Северной Мексики. Уровень воды в древних озерах пустыни Чиуауа стремительно падает. Фермеры жалуются, их посевы за последние 16 лет сократились в несколько раз. По данным экспертов, основные причины водного кризиса в регионе это нерациональное использование ресурсов, а также последствия изменения климата. Ученые предупреждают, без плана восстановления этому району может быть нанесен катастрофический ущерб. Отмечу, всего в пустыне Чиуауа насчитывается около 170 водоемов, в которых опитают редкие виды рыб, улиток и черепах. Президент США Джо Байден выделил 20 миллиардов долларов на расширение производства полупроводников. Это стало крупнейшей инвестицией правительства Соединенных Штатов на субсидирование производства передовых микросхем. Часть средств пойдет на строительство двух новых заводов и модернизацию существующей фабрики в Аризоне. Отмечу, США борются за увеличение внутреннего производства полупроводников с помощью так называемого «закона о чипах». Он предусматривает предоставление субсидий на сумму около 53 миллиардов долларов для стимулирования производства и разработок полупроводников США. Там же первый пациент с имплантом в мозге сыграл в шахматы силой мысли. Трансляцию игры компания Илона Маска вела на своей странице в соцсети X. Мужчине, которого парализовало после несчастного случая, вживили имплант 28 января. Теперь он может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука, переставляя фигуры. Илон Маск считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят людям научиться напрямую управлять компьютером, лишь подумав об этом. А Финляндия признана самой счастливой страной мира. Об этом свидетельствует данный ООН. Первое место в рейтинге эта европейская страна занимает уже седьмой год подряд. Для определения уровня счастья авторы исследований использовали шесть ключевых факторов. Среди них социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. На втором месте счастливого рейтинга расположилась Дания, за которой следует Исландия и Швеция. Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Жанна Хусаинова и Арастан Балтин. Мы продолжаем. Юлия Путинцева наформила громкую сенсацию на турнире WTA 1000 Miami Open. Казахстанская теннисистка пробилась в третий круг. Ее соперницей по второму раунду была 15-я ракетка мира из России Людмила Самсонова. А сейчас к эфиру присоединяется наш спортивный обозреватель Алишер Накипов. Итак, Алишер, доброе утро. С каким счетом в противостоянии победила наша теннисистка Путинцева? Доброе утро, коллеги. Матч закончился победой. Казахстанки в трех сетах со счетом 6-1, 4-6, 6-3. Игра продолжалась в 2 часа и 23 минуты. У Путинцевой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 14. Это был первый очный матч между Путинцевой и Самсоновой. Теперь за выход в 1-8 финала казахстанка поспорит с бельгийкой Грет Минен. С ней она тоже прежде не играла. Рассказал Магомед Адив и почему на поле не вышел Асхат Тахаберген со слов главного тренера. Первую неделю он не тренировался с командой, у него была травма. С Туркменистаном Тахаберген вышел на 10 минут, но однозначно был не в том тонусе. Цитата. Магомед Адив отметил, что на тот момент Александр Зуев подходил лучше Асхата Тахабергена, так как он играл на поле более высоко. В Алматы сегодня стартует второй тур чемпионата Казахстана по байге. Ожидается, что в этом году в турнире примут участие около 100 скакунов со всех регионов республики. Состязания состоят из четырех дисциплин. Кунан, Топ, Аламан и Улы Аламан байге. Участники соревнуются не только за призы, но и за право выйти в финал первенства и продолжить борьбу за звание чемпиона. Далее расскажу о том, как в стране развивается один из древнейших и популярнейших видов конных скачек. Байге, как уникальное наследие кочевой цивилизации, имеет в Казахстане особый сакральный статус. Именно наши предки подарили миру садническую культуру, которая послужила стартом в развитии конного спорта. По этой причине в период на Урзнама учрежден ежегодный специальный приз президента по байге. Турниры, где состязаются лучшие наездники, весьма популярны в народе. По словам эксперта по байге Ержана Жаубая, причиной этому служит то, что у казахстанцев особое отношение к лошадям. Конь для казахов на протяжении тысячелетий был и остается больше, чем домашнее животное. Хороший жеребец – это и друг, и средство передвижения, и показатель достатка. В целом в стране конные скачки довольно хорошо развиты. И это несмотря на то, что Ассоциация национальных видов спорта и государство не финансирует должным образом развитие байги. В основном казахстанцы сами устраивают байги на собственные средства. Государство также старается поддерживать конные скачки. В этом году планируется провести 41 турнир. Предусмотрено шесть отборочных этапов для чемпионата страны. Первый из них уже провели 8 марта в Шимкенте. В нем приняли участие 80 скакунов, которые определили лучших среди лошадей трехлетнего возраста. Второй тур отборочного раунда пройдет сегодня в Алматы. В нашем календаре запланирован 41 турнир по байге. Основной состоится в период проведения в столице пятых всемирных игр кочевников. Важен и чемпионат Казахстана. Второй отборочный раунд пройдет недалеко от Алматы на ипподроме Кокбастау. Там мы запланировали четыре вида байге, которые поделены на разные дистанции. Это Кунан, Топ, Аламан и Улы Аламан байге. Ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие около ста скакунов со всех регионов республики. Скакуны, прошедшие все отборочные туры, примут участие в финале чемпионата Казахстана. Также по итогам отбора сформируют национальную сборную, которая будет защищать честь страны на пятых всемирных играх кочевников. На масштабном турнире разыграют 120 медалей в 20 видах спорта. По мнению экспертов, именно конные скачки принесут нашей команде множество наград в копилку. Конечно, сделать это будет нелегко ввиду серьезной конкуренции, но фактор ротных стен и болельщиков непременно должен сказаться. Вот таким был сюжет о том, как в нашей стране развиваются конные скачки. Ну и коллеги, наверное, нам нужно как-то прокомментировать, как сборная Казахстана сыграла с командой Греции. Арстан, к примеру, вот вы что думаете? Я считаю, что эта игра, очередная игра, бывают проигрыши, бывают победы. И, допустим, мой коллега из казахской редакции, ведущий Хайрат Савидбекулу, он даже, когда мы сегодня утром встретились с ним, честно говоря, на его глазах были слезы. Он ожидал блестящей победы. Он даже вспомнил ту игру историческую. Данья? Нет, 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 нет. Историческая игра, когда проиграла Ямайка. Как там была? Аргентина, Ямайка. Он даже спел ее там со слезами на глазах. Говорит, Аргентина, Ямайка, опять. Ну, я обнял его, честно говоря, утешил, скажем так, погладил его по плечу. Сказал, что все будет хорошо, Хайрат, брат, все будет нормально. Сам, как считаешь, что помешало игре выйти на первые, скажем так, нашей сборной выйти в первые ряды или победить? Рассказ, если помните, вчера я выпустил сюжет о том, что нашей сборной предстоит игра с командой Греции. И тогда спортивный комментатор Дидар Кадыров мне сказал о том, что нужно продержаться первые 20-30 минут, так как от греков будет довольно сильный натиск. Ну и, по всей видимости, наши футболисты не справились с этим натиском. И к тому же футбольный сезон, да, футбольные команды Греции сейчас завершают свой сезон, тогда как казахстанская премьер-лига только стартовала. Ну что ж, будем надеяться, что в следующие игры наши футболисты соберутся, съедят правильный курт, выпьют правильный хмыс и победят, я думаю, как говорится, торжество не за горами. Спасибо. Будем надеяться, но я напомню, с нами в эфире была Лишер Накипов и спортивные новости. Таксисты всего мира сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1907 году, на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а развозчиков или извозчиков таксистами. И вот на территории современного Казахстана первый автомобиль привезли в 1906 году. И только через несколько лет его владелец получил разрешение на частный извоз. О развитии этой сферы в нашей стране расскажет Айсул Махмутова. Владелец первого такси, житель города Верный, Бабахан Нурмухамедбаев, изначально планировал организовать регулярные междугородние перевозки. Однако людей, готовых отдать месячное жалование за одну поездку в Бишкек, было не так много. Поэтому позже на роскошном авто французского производства стали возить в горы скучающих горожан. Услуга пользовалась большим спросом, но не так долго. Лишь спустя 27 лет в городе появилось несколько автомобилей газ, оборудованных счетчиком. А в 50-е годы был организован первый таксопарк из шести машин «Победа». Времена рации таксометров и шашечек застал столичный водитель с 40-летним стажем Александр Коломытцев. Тогда, вспоминает он, требования к представителям этой профессии были высокие. Таксисты проходили специальные курсы, должны были отлично ориентироваться в местности и иметь отменное здоровье. Кроме того, извозчики служили своего рода гидами-экскурсоводами и рассказывали приезжим о достопримечательностях региона. Сейчас в пробке, сейчас тяжело, конечно, работать. По сравнению с тем временем очень сложно работать с одной стороны, а с другой проще стало. Потому что у нас сейчас программа, мы не думаем, сколько с клиента денег взять, куда ехать. Нам пришел заказ и мы четко по заказу едем. Проблем нет. Сразу объяснили, мы же проходим курсы, проходили такси. У нас удостоверение у каждого, мы официально устроены, мы проходим два раза медика каждый день, механик проверяет машину каждый день. Первый человек, которого гости города встречают на вокзале или в аэропорту, это водитель такси. Поэтому выглядеть он должен подобающе, считает представитель профессии Хайрат Альменов. В рейс мужчина выходит строго в костюме и знает несколько языков. Так как мы представляем нашу столицу, мы должны ей соответствовать, опрятно одеваться, быть разносторонними. Я, к примеру, сейчас говорю на казахском, русском, турецком и узбекском языках. Параллельно учу английский. Мы работаем с разными людьми, в том числе с иностранцами. Поэтому я считаю, что знание языков – это требование времени. Если водители старой закалки считают профессию призванием и гордятся ею, то для нового поколения частных извозчиков такси – всего лишь способ заработка, считают представители Ассоциации транспортников столицы. Достаточно зарегистрироваться в специальных приложениях, не обязательно даже знать город. Для этого есть навигатор. Главное отличие официальной перевозки от неофициального – это прежде всего безопасность. То есть в официальных перевозках водители проходят какой-то контроль, отбор. То есть дают справки о здоровье, псих-наркодиспансера, то есть по зрению есть допуски, водительские права и стаж работы. В других сервисах, допустим, неофициальных, там любой может через приложение подключиться и через полчаса получать заказы. Возможно, он плохо видит, возможно, он склонит к насилию, возможно, он вчера не спал, то есть нужны деньги ему. Соответственно, вопросы безопасности, они становятся под вопрос. По данным Министерства транспорта, сегодня в стране официально зарегистрированы 2833 службы такси. Парк автомобилей составляет более 10,5 тысяч единиц. На самом деле людей, занимающихся частным извозом, гораздо больше. Для 60 тысяч казахстанцев такси сегодня является основным видом заработка. Еще 400 тысяч таксуют в свободное время, говорят в профильной ассоциации. В год в Казахстане осуществляется до 340 миллионов поездок, 28,5 миллионов в месяц и 900 тысяч в сутки. Половина всех пассажирских перевозок приходится на три крупных города – Алматы, Астану и Шымкент. В других регионах, в зависимости от количества населения, насчитали от 10 до 30 тысяч поездок в сутки. Несмотря на регулярное повышение цен на поездки, выбирать такси казахстанцы меньше не стали. Более того, как отмечают специалисты, востребованность этого вида услуг ежегодно растет. А в Павлодаре зацвел Евпаториум. Тропическое растение распустило цветы в теплице городской экологической школы. На протяжении нескольких десятилетий юные натуралисты разных поколений ухаживают за экзотическими цветами. И каждый год необычные растения радуют детей. Этой весной заморский цветок повел себя достаточно необычно. В эти весенние дни теплица экологической школы благоухает экзотическими ароматами. Один за другим здесь цветут тропические растения. Первым распустило побеги лимонное дерево. Следом раскрыл бутоны и Евпаториум. Перед вами Евпаториум или Агератум древовидный, или русское название Пасконник древовидный. Он встречается в три вида. Однолетка у нас растет на улице, рассады сажают в сетниках. А это комнатный, это у нас не зимует. Заведующий теплицей хорошо знаком с историей происхождения этого растения. Его назвали в честь царя Евпатора. Привезли диковинку в Паладар 10 лет назад. И вот каждый год в марте тропический цветок, распустив бутоны, радует своей красотой. Эти цветы растут в Индии и Америке. Они очень долго сохраняют свежесть и считаются нестареющим растением. Правда, очень красивый цветок. Мы долго ждали, когда он распустится. Евпаториум очень популярен в Европе. Эти цветы любят высаживать в курортных местах. Некоторые говорят, это растение как барометр. Глядя на него, можно предугадать погоду. Судя по поведению многих растений, весна нынче будет ранней и затяжной. Холода еще в мае нас ждут. Вот, например, инжир обычно в апреле распускает листья. Нынче, как видите, уже в марте цветет. В теплице экологической школы растут больше 200 видов тропических и субтропических растений. Ухаживают школьники за ними с удовольствием. Юные натуралисты понимают, что такие редкие экземпляры вырастить трудно. Ведь для этого нужно приложить еще немало усилий. Ербу Лабишев, Давлет Кошгарбаев, Марат Игриков из Паладара, 24КЗ. Ну а сейчас сюжет от нашей Тамирис Беляу. Перформанс в национальных костюмах представил коллектив «Астана Балет». В день открытых дверей зрители смогли и ближе рассмотреть сценические костюмы популярных спектаклей. Отмечу, репертуар театра насчитывает десятки этнических постановок и концертных программ. Как прошел необычный формат представления, расскажет наша коллега Тамирис Беляу. Национальная идентика и культурный код. В традиционной одежде запечатлена многовековая история, отпечатки которой сегодня прослеживается в репертуаре «Астана Балет». В день открытых дверей театр представил неповторимые образы из полюбившихся спектаклей. Каждый костюм – исключительно ручная работа. Это прекрасная возможность зрителю увидеть такие мелкие детали, которые зрительного зала не видно. Это часть нашего имиджа, помимо того, что у нас прекрасные артисты, у нас замечательные постановки. Как говорят, что 50% успеха – это, конечно, костюмы. Поэтому мы с полной ответственностью относимся к созданию, контролируем и художникам по костюму. В спектакле театра приковывает внимание зрителей не только продуманной хореографии, но и насыщенной сценографии. Сегодня одна из самых популярных концертных программ «Астана Балет» – «Наследие Великой Степи», в которой гармонично сочетаются этнографические элементы и современные балетмейстерские решения. В этот вечер театр представил лучшие хореографические миниатюры, как «Времена года», «Арулар», «Кирбес Цулуо», «Трар» и многие другие. Праздник Наураз всегда ассоциируется у нас с национальной одеждой, нашими традициями и обычаями. Костюмы театра «Астана Балет» самобытные и уникальные. Все они сегодня не только зрелищные, но и очень удобные для артистов. Создавать уникальные образы театр приглашает известных художников по костюмам. При этом каждый наряд хранит в себе посыл и глубокое значение, повествуя о нашей культуре и истории. Тамирис Белял, Аклубеки Семсиитов, 24 Кизат. Древние артефакты императорской династии Цинь представили на выставке в Гонконге. Мероприятие проходит в музее императорского дворца. Экспозиция насчитывает больше 200 реликвий. Их обнаружили в садово-дворцовом комплексе Юань-Минь-Юань. В основном это произведения искусства, связанные с императорским комплексом того времени. Среди них картины, каллиграфия, керамика и украшения. Кроме того, о придворной жизни и культуре династии рассказывают гиды и мультимедийные инсталляции. Продлится выставка до 12 августа. И это были все новости к данному часу. С вами была Жанна Хусаинова. И Арстан Балтин. До встречи. Обязательно увидимся в 10.00. Субтитры подогнал «Симон»!